15-20 минут. Затем перекладываете на тот стол и делаете формочки. Таким образом начинается нелегкий процесс подготовки теста для лавашей, прежде чем оно попадет в печь. За этим как раз и застают работников специалисты Роспотребнадзора. Проверка заведения санитарным надзором, как правило, начинается с самого главного – пищеблока. Небольшой ларек, где пекут узбекский лаваш, первым в поле зрения проверяющих оказался не случайно. Технику приготовления работники усвоили на отлично, что не скажешь о санитарном состоянии помещения. Налицо нарушение санитарных требований, несоблюдение правил не только приготовки, но и элементарного хранения продуктов. Все это комиссия тут же фиксирует, составляет административный акт. Такие же нарушения выявляют и на следующей точке проверки. Давно работаете? 3, 2, 3, 2, 3. А до этого? Кого? Понял, все, и ты встал. Ну, понятно. Позвоните хозяеву. Сейчас, сейчас. Некоторые предприниматели успевают продвигать свой бизнес сразу в нескольких точках, однако соблюдать соответствующий порядок у них получается не всегда, как и в этом случае. После проверки небольшого помещения, где готовят лаваш, выявлены грубые нарушения, что не скажешь о второй точке владельца. Надо работать чисто, порядка, цейманом, чистота, половина веры. Как-то для себя готовить. Проверки подвергаются не только небольшие объекты, где производят мучные изделия, но и места общепита. Нарушения, конечно, очень грубые, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, несоблюдение условий хранения продуктов, несоблюдение технологии приготовления лаваша, отсутствие медицинских осмотров у работников, несоблюдение спецформы, то есть очень много нарушений, требований санитарного законодательства. Работу таких цехов мы будем пресекать. В обязательном порядке будут составлены административные материалы, переданы в суд на административное приостановление деятельности. Давно лаваш не готовите? Давно, давно, уже года полтора. А самса? Самсу делаете, да? Хорошо. Так, а что еще готовите? Самса, плов, шаурму не готовите? Нет, да, не готовят. На этом месте еще недавно работал павильон, где пекли хлебобулочные изделия. После проверки комиссии из-за нарушения соответствующих санитарных правил помещение закрыли. Сейчас же, как видно, оно вновь открыло свои двери, но здесь уже другие арендаторы. Есть такие нарушения, как отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены. На момент проведения проверки вода в цехе не шла. В целом, на этом объекте состоит оно из одного помещения, где готовится самса. Мясо закупается с территории рынка. И, в принципе, один только повар имеется на этом объекте, который готовит самсу. Сегодня мы вам показали самые такие объекты, которые имеют нарушения. В обязательном порядке деятельность их будет приостановлена. Отследить такие точки работникам Роспотребнадзора нелегко из-за частых переездов предпринимателей. Однако проверки специалистами будут продолжаться согласно составленному графику. Рейды проведут по всей республике, а в случае выявления нарушений примут соответствующие меры. Макка Дударова, Милана Хамчиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.